Ну вот, то, о чем я буду раскладывать, будет относиться именно к логике. Керлга занимается такими формальным описанием формальной деятельности, в частности, математической деятельности человека. Я уверен, что нам помогает отсутствие света. Так ужин. Понял. Сейчас будет об этом. Нет, нынешние проекторы вполне работают и со света. Спасибо. Основные достижения математической логики относятся к попытке объяснить, как устроено математическое рассуждение, математическое доказательство, математическая истина. Это само по себе важное и интересное для математиков занятие. Ну там, не все математики понимают, что именно получено математической логике, но, тем не менее, это есть часть такого математического взгляда на меру. Что, собственно, делают математики, что они доказывают, и что значит математическое доказательство, что значит теорема, чем вообще все мы занимаемся. Ну, в частности, в какой-то момент математики обнаружили, что некоторые утверждения трудоподобные, полезные математически, но все-таки хотелось бы их как-то более основательно доказать. Ну вот, это первый раз случилось с такой аксиомой Аппараллины, про которую вы знаете из школы. Ну, потом это произошло с такими знаменитыми математическими утверждениями, как, скажем, аксиома выбора, который удобный в разных математических рассуждениях. Хотелось бы ее обосновать, используя более очевидные математические факты, но в какой-то момент выяснилось, что это невозможно. А с другой стороны, математические логики занимаются еще попыткой математического описания, математического анализа, рассуждений не внутри математики. И мне кажется, что это такая очень интересная область, которая выглядит с точки зрения математика, может быть, уж совсем экзотической, но на самом деле с той же почтенной, как сказано, попыткой описать математическими образом, что такое полет снаряда или работа компьютера, описание человеческого мысления, человеческого рассуждения, на самом деле очень важная вещь и полезна, как и тогда, когда мы пытаемся с помощью компьютера как-то смоделировать эту деятельность человека. Ну вот, тем не менее, результатов в этой области, таких знаменитых, меньше. Я вот как раз об одном результате, или цикле результатов сегодня расскажу. Ну, но еще некоторый смысл того, что я буду рассказывать, состоит в том, что это является моделью других областей математической логики. Ну, вот есть такая известная математическая конструкция, которая называется логика предикатов или логика первого порядка. То есть просто тот логический язык, на котором пишутся математические тексты, математические рассуждения, если их написать формально, там, с квантрами, для всех существует, написать формально, что такое, если то, и так далее. Ну, все это, конечно, проходит в университете на ферме Коши, но здесь я больше адресуюсь не к студентам, а к школям. И вот такой важной, серьезной теоремой в этой области является так называемая теорема полноты, или теорема о полноте, которая доказана была впервые в 30-е годы прошлого века, Котом Гёдерем, и которая состоит в том, что понятие доказуемости, или, как иногда говорят, я буду это тоже делать, выводимости в некотором таком формальной игре, как это говорил Гильберт, совпадает с понятием истинности. Ну, вот доказательство теоремы о полноте, такое технически сложное, и его обычно не рассказывают, даже там первокурсникам, но, с другой стороны, вот для других вариантов логики, вот для той логики, которую я буду сегодня обсуждать, модальной логике, оказывается, что это доказательство становится, пусть тут тем же по идеям, но более прозрачным, и затем компактным, и можно пытаться его изложить за одну лекцию. Ну, вот имея в виду, что жанр лекции здесь не только такой продолжающийся, но и однократный, и все лекции, которые я здесь читал, это были единичные лекции, попыток рассказать за вот эти 74 минуты что-нибудь такое цельное, важное, интересное, ну, например, теоремы Галера о неполноте или какие-то другие результаты, вот я и попытаюсь сегодня рассказать теорему о полноте, это мои варианты за отложенное время. Тем не менее, поскольку я буду пытаться рассказывать довольно много, ну, так, более-менее почти всю логику, то какие-то вещи будут оставаться в виде задач, какие-то я буду рассказывать довольно быстро, и поэтому прошу вас на это обратить внимание, и в случае чего меня остановить, и тогда я скажу, это вам задача, или дай себе объяснить, что я имел в виду. Ну вот, начнем с такой совсем простой части логики, которая называется логика высказываний, и нужно тут следить за терминологией, потому что терминология будет использоваться и дальше. Значит, вот приводятся такие имена, логические, P0, P1, P2 и так далее, и вот то, что называется логическими связками. Ну, они вот здесь, чтение, оно связано и с пониманием, с такой семантикой этих связок, которая будет у нас обсуждаться дальше. Это отрицание, и, или, импликация, то есть если то, ну, эквивалент. Значит, когда мы строим более сложные конструкции, формулы в логике высказываний, то мы пользуемся скобками, и здесь вот имеется такое определение, на которое я прошу вас обратить внимание. Способ построения выражений, формул в таком-то языке еще, с этим связано обычное понятие синтаксиса, ну, как и в обычном человеческом языке, тоже оно используется. Так вот, мы пытаемся облить еще такое формула, и всякое имя, вот эти самые, по 0, по 1, так говоря, это формулы, и дальше, если у нас есть две формулы, есть связка, из тех связок, которые у нас там были перечислены, то можно написать в скобках не формула φ, или φ конъюнкция, ψ, там, φ или ψ, из φ следует ψ, и так далее. Все это оказывается формулами. Вот такая конструкция, которая сейчас написана на доске, называется математики, ну, особенно часто она используется именно в логике программирования, называется индуктивным определением. То есть, вот мы говорим, вот, такие-то, такие-то формулы, и если что-то формула, то что-то другое тоже является формулой. Довольно очевидная конструкция, но, тем не менее, нужно к ней привыкнуть. Посмотрите, она обращается к самой себе. Вроде бы так странно написано. Если в фейксе формула, то то-то и то-то формула. А мы еще вроде не знаем, что такое формула. Иногда, когда мы срочно думаем, что еще третья, в ней говорится, что, а больше ничего не формула. Но, поскольку каждый раз мы должны будем говорить, а больше ничего не формула, то мы это просто не будем говорить никогда. Вот так устроено индуктивное определение. Значит, это похоже, на самом деле, на арифметические формулы. Если мы будем рассматривать, если мы будем рассматривать обычные выражения в арифметике, то мы тоже берем, скажем, числа, ну, например, натуральные, их записываем. Это то, что у нас имена. И дальше ставим знак минус перед выражением, или между выражением знак плюс, умножить и так далее. Ну, вот, так же, как в арифметике, мы некоторые из используемых скобок опускаем. Ну, например, пишем 5 умножить на 3 плюс 6 и понимаем, что это означает. Аналогичные правила используются и в логике. И, скажем, мы не пишем там много скобок. Вот здесь есть виден пример. А, скажем, формула вот такая не А1 или А2 это сокращенное написание более сложной формулы с большим количеством скобок. Ну, вот эти скобки можно восстановить. Если у нас скобки куда-то все мы вычеркивали так аккуратно, то дальше можно их вернуть назад. Что, вообще говоря, неочевидно. Можно очень удобно их всех так повыкинуть, а потом неизвестно станет, что было с самого начала. На самом деле наш скобок вычеркивания позволяет это сделать. Ну, вот теперь следующее, о чем обычно говорят в логике. С одной стороны, говоря о том же нам логическом языке, имеют в виду некоторую такую содержательную идею, про что это вообще. Вот, может сказать, что этот язык, который сейчас я описываю, он вообще про человеческие высказывания, где есть тоже и, или, не, и так далее. На самом деле, тонкий анализ показывает, что и, или, и не используется в строительском языке более тонким и сложным образом. И не совпадая с точностью с математическим описанием всего этого, но это мог в себе интересное занятие. А с другой стороны, еще, вот, помимо такой содержательного объяснения смысла математики, частности, математической логики, или, можно сказать, содержательной семантики, размаживается еще такая формальная семантика. То есть, есть формальный синтекс, это вот формальное описание, что такое формула в логическом языке. Есть описание семантики. Ну, какой математический объект, мы сказали, такой формулой сопоставляет. Ну, вот. Начинаем мы с того, что определяем семантику формальную связь. Ну, а для этого мы еще определяем, что речь у нас будет идти о том, что нашим именам будет приписываться, таким образом, пока объясним дальше, значение, логические значения, ноль и единичка. Ну, поэтому вот нолик соответствует понятию лжи, и можно писать, было бы, и слово ложь, просто нолик короче, а и единичка можно писать вместо слова истины, я допишу букву И, или символ от английского слова Т, труса, и тут Т. вот семантика этих самых связок, то есть какие именно операции мы обозначили этими символами, издается вот в такой таблице. Ну, вот, посмотрите, здесь написано, что отрицание, здесь вот рассматривают ситуацию, когда у нас есть два аргумента в операции, А и В, рассмотрены все комбинации значения нуля и единиц для А и В, и дальше объясняется, что такое не А, ну, соответственно, можно догадаться, что такое не В, это тоже самое, а что такое А и В конъюнкции, она истина, равна единиц только в одном случае, когда оба аргумента истины, дизюнкция или равна истине в трех случаях, а импликация оказывается ложной, только если у нас посылка истина, а истина, вот А в импликации называется посылкой, такой тоже термин удобный, а В заключением импликации, а В ложно, ну, а эквиваленция означает, действительно, эквиваленция одинаковые значения. Ну вот, я уже сказал, что содержать речь идет о высказке тесного языка, ну вот теперь более подробно, мы описали некоторую семантику операции, а теперь мы связываем с каждой формулой, в которую входят имена, и входят связки, ну и скобки, мы связываем некоторый математический объект. Этот математический объект будет отображением. Начинаем мы с того, что мы задаем для каждого имени его, можно сказать, значение, то есть отображение, которое переводит все имена в элементы, каждое имя переводит некоторый элемент истины или логики, элемент 0, что b. Ну, поскольку можно считать, что наши имена упорядочены, p0, p1 и так далее, можно считать, что мы сделаем последовательность, а 0, а 1 и так далее. Это не так важно, как мы это опишем, важно, что всякому имени это отображение сопоставляет ноль или единичку. Ну, вот теперь, если это отображение уже задано для всех имен, то индукции по построению мы определяем значение для формул. Что значит индукция по построению? Помните, что у нас было индуктивное определение того, что такое формула. У нас имена были формулами, и дальше мы использовали связки и скобки, получали новые формулы. Ну, вот ровно следуя этому построению, мы и описываем, находим значение формулы на данном отображении. Итак, отображение, вот это сопоставление каждой переменной какого-то значения 0 или 1, а значение вычитывается вот таким образом. Ну, все оказывается очень простым, естественно, как мы и хотели. Надо просто выполнять те операции, которые написаны в формуле, и будем получать значение формулы на данном отображении. Ну, вот, например, если мы хотим найти значение формулы не φ, а значение φ у нас уже известно, то мы все-таки должны просто поменять 0 на 1, 1 на 0. Ну, формально, можно писать архитическая операция 1 минус значение φ. Только вы тут нет перед первым, перед одним из φ. Я не слышал. Перед одним из φ вы забыли написать знак не. А, да, значение не φ, да, 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 спасибо. Ну, да, я не буду это исправлять. Действительно, здесь опечатка, спасибо. Значит, вот там мне написано, что значение φ, там перед φ должно быть значение не φ. Вот, значит, и здесь возникает такой неожиданный вопрос. А почему, собственно, мы можем найти значение всякой формулы? Ну, а более точно, проблема здесь может состоять в общем. Здесь мы, как предлагается нам искать значение формулы? Ну, вот, посмотрите. Вот эта формула, это есть конъюнкция двух формул, ну, более коротких, более простых. Найдем значение этих более коротких, более простых формул. Ну, как мы их найдем? Ну, точно так же. Каждая из них, это есть или отрицание, или конъюнкция, дизюнкция, импликация, гавалентность двух других формул. И так далее. Вот в чем может быть трудность в этом процессе? Ну, во-первых, он может быть бесконечным. Ну, бесконечным он не очень может быть по той причине, которую я уже коротко упомянул. А именно потому, что когда мы формулу из формулы выделяем ее, куски, они оказываются более короткие. У нас исходная формула имела конечную длину, и вот те подформулы, которые мы с нее излетаем, они просто короче. В точности короче, потому что, например, там нет скобок и нет одного знака. Значит, это не проблема. А что может быть проблемой? Неоднозначность, да? То есть, вот что было сейчас произнесено? Это значит вот, что в одну длинную формулу я начал с того, что сказал, вот она наверняка что-то, например, конъюнкция. Да, конечно. Она наверняка что-то, например, конъюнкция. А может быть, она еще, например, и дисюнкции двух других пусков. То есть, может быть, ее можно разрезать на две части, так что вот эта часть и эта, а между ними конъюнкция. А может быть, иначе. взять первую часть подлиннее, а вторую покороче, и между ними окажется импликация. И оба куска снова будут формулы. Ну вот... Ну там мы говорили о том, что скобки можно однозначно восстановить. Это немножко другое. Пусть даже на все скобки мы вообще раскопки забудем, не будем их экономить. Будем все скобки оставлять. Вот даже если все скобки сохранены в построении формулы, почему мы не можем ее двумя способами разрезать на два куска, между которыми будет стать какая-нибудь связка? В этом вопрос. А в самом начале как-то фигурировалось с старшинства? А, ну, старшинства у нас тоже, забудем, никакого старшинства у нас нет. И даже старшинства. Просто любаясь. То есть ровно одна связка задерживается ровно в одной паре стволов. Ну, логическую связку. Ну вот нужно, видимо, уточнить, что вы имеете в виду, потому что ровно одна связка содержится ровно в одной паре скобок. Что это значит? Внутри этой паре скобок, просто так, в части текста, много связок. Значит, одна главная там есть. Ну, она ровно в одной связке. Ну, то есть в одной в одну. Ну, вот эта слова ровно один, это значит, что у этой вашей связки есть какое-то выделенное свойство. Вот это свойство надо придумать, и потом тоже вот некоторые индукции его подтвердить. Как вы будете искать, например, читая этот текст, эту формулу с одного конца до другого, как вы найдете самую главную, вот ту единственную связку, которая использовалась последней при создании этой формулы? Ну, да, если вы это знали, то хорошо, что вспомнили, если не знали, то очень здорово, что вы придумали. Спасибо. На самом деле, левых должно быть на одну большую, потому что у нас... Ну, конечно, конечно, нет. Идея состоит в том, чтобы считать скобки. Я, конечно, не... Неформальное утверждение было принесено, а то, что вот есть некий баланс, вот когда мы скобки создаем, то слово левых совпадает с скобом правым. У нас нет времени это обсуждать, и это хорошая задача для тех, кому интересно в этом разобраться до конца до полной ясности. Моя задача была показать, что здесь есть проблема. А дальше уже ее решить на самом деле не так условно. Вот. Так вот, получилось же, что значение формулы, это такая функция, которая, ну, скажем так, на всякой последовательности, нуля единиц, соответственно, сопоставляет нуля единиц. С другой стороны, тоже понятно, что во многих случаях удобно рассмотреть не всю бесконечную последовательность, которая дает значение каждой переменной, а, конечно, в каждой формуле есть конечное число переменных, ну, скажем, пусть их номер не больше, чем там, меньше, чем n. Ну, и тогда это оказывается реально функцией от n переменных только, а от последующих, конечно, она не зависит. Если в формуле не было имен с номерами большими, чем n-1, то это на самом деле функция всего лишь на последовательность нуля единиц, длины n. Вот. Ну вот теперь еще можно использовать такое обозначение. Мы пишем, что формула фи истинное отображение В. Это обозначается таким знаком, который часто в логике называется двойной штопор. Ну, видно, что это действительно очень такой удобный прикладной объект, и он используется часто в теоретических целях в логике. Ну вот, на всякий случай, проиллюстрируем, каким образом мы вычисляем функцию. Ну вот здесь видно, что есть значение трех аргументов, a1, a2 и a3. И вот, начиная с a1, мы сначала вычисляем с отрицанием, мы сначала вычисляем значение не a2, видите, что оно тут возникло в серединке. Ну, потом вычисляем значение других связок, скобок и соответствующих функций, и так далее. Ну, вот так изнутри, мы в конце концов получаем ту функцию от трех аргументов, которая соответствует нашей форме. Ну вот, это я напомнил, ну, а кому-то, может быть, первый рассказал, хотя, конечно, делается очень быстро, про то, что такое логика высказывания, такой самый простой вид логической системы, которая основывается в математической логике. Ну вот теперь модальная логика. Значит, простейший вариант модальной логики, он содержит одну новую связку, вот такой квадратик, который здесь у меня прямоугольник, да и то несколько дефектный, просто я не слишком большой специалист в поиску разных символов в компьютере. И вот эта связка, еще раз повторяю, обычно рисуется квадратиком и называется иногда квадратиком, читается как необходимо. Значит, вот у нас было и, или, там, не и так далее, а вот теперь есть еще необходимый. Вот определение формулы, как можно было ожидать, получается небольшой модификацией. Просто вот эта связка необходима, она будет относиться, она будет относиться к любой формуле и действовать, ну, похоже на связку отрицаемых. В остальном определение формулы такой. Ну вот теперь, тут приведен некоторый список того, такие ситуации в обычном человеческом языке, в обычных человеческих рассуждениях моделируются с помощью вот этой самой модальности «необходимо». Ну просто вот в том или ином русском языке необходимо там то-то и то-то, да, или всегда верно то-то. Или должно быть следующее. Или известно, считается доказуемо и так далее. Вот это и есть модальность. Вот когда мы говорим не просто утверждение истинно, а там необходимо, что оно истинно, или возможно, что оно истинно, вероятно. Вот это есть то, что называют в реческом языке и в лингвистике модальностями, и что пытается описать модальная логика формальными математическими средствами. Вот таких логик, описывающих те или иные ситуации, есть довольно большое количество, наверное, сотни. Сегодня мы рассматриваем одну из них, я просто вот намекнул о том, что есть и другие. Вот сама по себе идея рассмотрения модальных логик, она довольно старая. Она началась примерно в то же время, когда и другие языки математических логик рассматривались в первую половину прошлого века. Но вот такое ясное математическое описание, что значит истина в модальной логике, она подлежит такому американскому математику, Саулу, или когда иногда пишут, формально транскрибируя его фамилию, Саулу, Криккин. И она, где-то его портрет из Википедии, и она, эта семантика, это описание того, что значит истина, строится исходя из одного понятия. Понятие необыкновенно простого, и одна из причин для сегодняшнего лекции это вам просто объяснить это понятие. Те, кто поймет вот это определение и следующее, уже вынесут что-то, я думаю, интересное для своей работы в математике или в программировании. Вот давайте посмотрим. Значит, шкала Триккин, это, формально говоря, такая пара, где С, первый элемент, это так называемое множество миров, а второе, это отношение достижимости одного мира из другого. То есть, когда мы говорим, пытаемся описать, что же значит необходимость, но это значит нечто, что в любом мире, или, по крайней мере, в любом мире достижимом из данных. Вот с этими ассоциациями и связанное представление о мирах и соответствующей терминологии, которая была исходно, Триккин внесена сюда, и которая потом всегда используется здесь. Итак, это двуместное отношение. Ну, понятно, что отношение, это подножище просто произведения ясно самой себя, это ясно стандартное представление, потому что такое двуместное отношение к Р. Ну вот, значит, теперь семантика. Первое, это то, что всякое имя, а имена у нас тоже, как и раньше, это такие буквы P0, P1 и так далее, отображается в множество миров. Есть теперь множество миров, и теперь каждому имени, ну или перемен, если вам это удобно называть переменом, каждому имени P мы сопоставляем некоторое множество миров. Дальше мы видим, что это множество миров, где P истина. То есть P уже в пользу не фиксированная вещь, а зависит от мира. И чтобы, так сказать, дать значение P, мы просто создаем множество миров, в котором оно окажется истинным. Ну вот, теперь если у нас имеется шкала тринги, ну то есть пара, помните, да, множество миров и отношение достижимости на этих мировах. И имеется мир S, один мир, и из-за этого вот это самое отображение всех имен в соответствующем множестве миров, то мы определяем понятие. Формула, данная формула A истина в мире S шкалы F при отображении V или на отображении V. определение у нас будет индуктивным, как и раньше, и в принципе все будет тоже очень похоже на индуктивные определения, которые уже были, но все-таки требуется некоторая внимательность, чтобы их понять. Значит, итак, что значит, что некоторое имя истина в данном мире? Ну, это значит, что просто мир, о котором мы говорим, S маленькая, есть элемент V от P, то есть значение функции отображения V на P. То есть что S принадлежит множеству тех миров, где P истина. Как я до этого говорю? То есть на самом деле V бьет из множества имен V в 23 миров. Ну да. Ну здесь написано в первой точке включение V от P это не элемент S, не один мир, а подможество миров. Мы с этого начинаем, да? А именно V мы сопоставляем ровно то множество миров, в котором оно есть. В котором оно есть. Ну и второе, что здесь говорится, это одновременно определяется семантика значения квадратика, что он делает со значением формулы A и используется это самое отношение достижимости, которое пока не появилось. Так вот, необходимо A истина тогда и только тогда, когда сама формула истина всех достижимых мирах. То есть истинность необходимости в одном мире означает, ну по интуиции необходимости, что всюду, куда мы бы не пошли, чтобы мы не достигли из этого мира S во всех этих мерах T будет истина сама формула A. Вот вторая и ключевая идея крепки, которая здесь используется. Ну вот, а все остальное, естественно, как логики высказывают, то есть если мы хотим найти истинное значение, если мы хотим найти истинно, истинно, вероятно, формула, являющаяся конъюнкцией, дизюнкцией и так далее, поступает в стандартный вопрос. Значит, итак, что мы сделали? Мы сопоставили с каждым именем некоторое множество миров, и это делает функция V, естественно, истина зависит от функции V, так и раньше истина из формулы зависела от того нолика и единичка есть данное имя. Так же и здесь и второе, что истинность необходимости мы определяем через истинность во всех достижимых мирах. Ну, теперь тоже естественным образом мы говорим, что формула А истина в данной шкале есть она истина в любом мире этой шкалы при любом отображении. То есть, как бы мы не задали эту самую последовательную отображение имен множества миров и какой бы конкретный мир мы после этого не выбрали, всегда формула А окажется истинной. Ну и, наконец, формула истины, если она истина в любой шкале. Ну, такие универсальные истины. Вот мы говорим об конъюнкции, дизюнкции, необходимости импликации, отрицания и так далее, обсуждаем смысл того, что мы говорим и вот некоторые утверждения всегда истины. Ну, примерно, некоторые утверждения у нас еще будут. Ну, вот, например, если необходимо, что А, ну, там, скорее всего, А будет истиной. Вот. Ну, вот, с этим определением, с этим определением имеется некоторая трудность. А именно, вроде бы, определение понятное, такое довольно простое, обещается в несколько строчек, но если перед нами имеется конкретная формула, то становится неясным, как все-таки про эту формулу узнать, истинно или ложно, или иногда истинно, да, ложно, и так далее. Это одна проблема. Вторая состоит в том, что, вообще говоря, когда мы анализируем человеческий язык, нас интересует не только построить такую формальную семантику, которая может не иметь отношения к интуиции человека. Ну, вот, про возможные меры может есть какая-то интуиция, пока она так не очень у нас развелась, не проверилась. А, с другой стороны, есть некоторые способы рассуждений, доказательств, или выводов математических фактов. И поэтому, вот, такой традиционный подход состоит в том, что рассматривается помимо формальной семантики, так как я сейчас описывал, еще и некоторые понятия вывода. Ну, вот, еще до этого мы установим некоторые обстоятельства. ну, вот, например, верно, что во всякой шкале, какую бы мы ни взяли, для любых формул А и Б, если необходима импликация, то есть, необходимо, что из А следует Б, то есть, необходимость А следует необходимость Б. Ну, как это проверить, как это установить? Ну, значит, нужно, естественно, взять любую шкалу Ф, взять любое изображение В, взять любой мир С и посмотреть, что означает, что у нас посылка от импликации истины. Если посылка ложна, то все в порядке. Тогда вся импликация оказалась истинно замечательной. Такая известная математическая фокус. Если посылка истина, то это значит, что в этом мире, что во всех мировых достижимых из нашего мира С выполняется импликация. Во всех, в каждом из этих мировых. Ну, теперь перейдем к заключению. Значит, посмотрим, из необходимости А вытекает ли необходимость Б. Если А необходимо, то оно истинно. Во всех мирах достижимых данного С. Ну, теперь возвращаемся сюда, что в каждом мире из А вытекает Б. Значит, в каждом мире из А есть оно, а если оно все истинно, то в каждом мире достижимых из С оно истинно. Значит, Б истинно в каждом мире, значит, необходимо Б. Ну, Ну вот, такого же рассуждения, я думаю, что вряд ли вы можете немедленно воспроизвести то, что я сейчас быстро произнес. Но если вы начнете разбираться в этом сами, в этих терминах, то вы, каждый, кто просмется это делать, естественно, быстро этот факт догадываете. Я повторять это, конечно, не могу. Ну вот, еще один факт. Если в какой-то шкале истина А, то истина и необходима А. Почему? Ну да, правильно. А истина во всем мирам и, значит, необходимость отружить. В прочем смысле было сначала более простое, да? А мир из себя обязательно достижим? Что? А врать ничего не говорится. Не говорится. Это неизбежно. То есть, а пока что у нас, и вообще говоря, долгое время, у нас R абсолютно любое отношение. Спасибо за вопрос. Ну вот, еще один пример столь же очевидный, с импликацией здесь приведен. Вот, еще можно заметить, что если мы вместо формул будем подставлять переменные, то у нас будут истины формулы. Это тоже можно доказать просто индукция. И вот теперь будет описано то, что называется математической логикой исчисления. То есть, будет дано еще одно индуктивное определение, но уже определение, что такое выводимая формула. До этого мы определяем, что такое формула. Мы с помощью этого определения вычисляли значения формулы. Теперь мы определим, что такое выводимая формула. Ну, первый класс выводимых формул это вот что. Если мы возьмем все истинные формулы логики высказываний, ну, например, что из А следует А. И дальше внутрь, подставив вместо имен какие-то формулы модальной логики, то все, что будет, мы будем считать выводимым. Надо сказать, что нам хотелось бы, чтобы все то, что у нас выводимое, оказалось бы истинным. И по ходу дела мы будем к этому примеряться. И потом быстро это резюмим. Ну, вот, так вот, если мы решим, что все, что у нас является истинным в логике высказываний при прочтении имен как формул логики, модальной логики, то ничего страшного не произойдет. Дальше мы хотели бы, чтобы все формулы вот такого вида из необходимости А влечет Б, следует необходимо А влечет необходимо Б, кажется, что у Вадима. Ну, опять-таки, мы только что об этом позаботились, о том, чтобы то, что здесь происходит, было бы истинным. Вот. Ну, давайте считать это у Вадима тоже. Дальше в этом индуктивном определении у нас есть еще правило, которое выглядит так. Если что-то у Вадима, то что-то еще у Вадима. Ну, вот, эти два правила здесь выписаны. У одного имеется старинное латинское название «Bodus Conens», а у другого можно его называть правилам необходимости. И они, на самом деле, тоже вот здесь у нас фигурировали. Вот в третьем пункте, например, говорилось, что если А истинно, и А следует Б истинно, то Б оказывается истинным. Ну, вот. А видно, что эти правила сконструированы таким образом, чтобы не разрушать истинность. То есть, если что-то истинное, и мы применяем правила, то это будет истина. Вот все вместе, то, что написано сейчас на доске, описывает понятие выводимости в модельную логику. Модальных логик много, вот той конкретной логик, о которой мы говорим. Вот логик, которую можно называть буквой К, и эту вводимость тоже называть буквой К от имени 3. Ну вот. Вот. Что утверждается, и я это уже пояснил, что любая формула, вводимая в этом исчислении, задаваемая этим индуктивным определением, она является истиной, она оказывается истиной в любой шкале рейтинга. Ну, это оказывается индукцией обустроения по определению выводимых. То есть, если это верно для каких-то формул, и мы новую формулу получаем по правилам из этих формул, то и она тоже будет выводимой. Ну и, конечно, мы должны проверить и то, о чем я уже говорил, то, что все, что имеется на этой странице, или истинно, или не нарушает истинность. Вот теперь несколько определений. Значит, помимо таких истинных формул, еще нам понадобится и самое важное само по себе понятие, и технически полезное в наших рассуждениях понятие противоречия. Значит, формула называется противоречием, если в нашей логике, в нашем исчислении выводим ее отрицание. И множество формул называет противоречием, если можно вывести отрицание некоторой конечной конъюнкции формулы этого множества. Вот. Теперь, естественно, что если таких противоречий не возникает, то множество называется непротиворечимым. И непротиворечивым множество называется полным, если для каждой формулы она содержит и ее формулу, и ее отрицание. И это множество замкнут относительно правил modus ponens. То есть, если оно содержит в себе импликацию и посылка импликации, то содержит заключение этой импликации. Вот это важное определение полного непротиворечивого множества, которое нам сейчас понадобится. Значит, вот такая задача, которую вы можете, я думаю, тоже без труда сделать, если следили за тем, что пока происходило. Это то, что всякое непротиворечивое множество можно расширить до полного непротиворечивого. Надо просто пытаться, взяв очередную формулу, выяснить, что будет, если ее добавить. Если ее добавить, получит противоречие, тогда можно добавить ее отрицание, и противоречие не получится. Ну, и это вытекает из того, что мы используем, там, логику высказанного. Вот, теперь мы займемся следующим. Вот, наша задача теперь доказать такой факт, что все истинные формулы нам удастся вывести. Только что мы проверили пару минут назад, что все выводимые формулы, они будут истинны. Но могло бы получиться так, что все-таки не все, что истинно, выводим. Это было бы не очень удобно. Нам хотелось бы просто придумать такой способ, и вот, я утверждаю, что он уже был написан на доске, как построить такую выводимость, которая совпадает с истинностью. Для этого, чтобы доказать этот факт, нам понадобится специальный вид шкалы клиники. А именно, вот, у нас некоторые шкалы называются каноническими. Вот, вот, как они устроены. В качестве миров в этих шкалах будет использоваться множество формул, на самом деле. То есть, вот, некоторая такая идея, обычная для математики, но, может быть, несколько непривычная для обычного взгляда на вещи, что миры у нас, это уже не что-то реальное, там, вселенное, или даже мысли, а это множество формул. А именно, просто берем все полные непротивотивы множества. Это первое. Второе, что, взяв такое вот семейство миров, мы определяем отношения на них. Вот есть два мира S и T, значит, еще раз. S и T это множество формул. И тогда мы определяем отношения R вот таким образом. Мы смотрим на множество S. И дальше берем, рассматриваем такие A, кто квадратик A, а оказался в S. И вот те T, для которых вот все это содержится, являются стежимом S. Значит, мы в отношении R помещаем те пары S и T, те достижимые из S. То есть, если мы в T берем какие-то формулы, то необходимость этих формул оказывается в S. Тоже формальное определение очень простое, но ключевой и тоже его не так уж легко воспринять. И, наконец, возьмем в качестве вот этого самого отображения, которое ставит в соответствие каждому имени множество миров, как множество тех миров, в которых попало P. P это имя, значит, это формула. Это имя в какие-то множества миров попадает, в какие-то миров попадает, в какие-то не попадает. Еще раз, в миров это у нас множество форм. В какие-то из этих миров кто попал, в какие-то не попал. Вот мы так поступили. Ну вот, значит, вот это определение. Определение короткое, поэтому в нем очень легко запутаться. Есть ли какие-то вопросы про это определение? Сейчас у нас миры здесь, это только в данном определении множество формы? Да. А вообще говоря, миры это что? А, все что угодно. А, понятно. Вот, значит, сейчас начнется некоторое доказательство, основное доказательство в этой лекции. Первая часть будет простой, вторая будет самым сложным элементом того, что я рассказывал. Поэтому это доказательство относится к этому определению. На него достаточно бы смотреть, да? Хорошо. Утверждение. Вот главное утверждение, которое будет доказываться. Это эквивалентность. Тот факт, что квадратик А принадлежит С, эквивалентен тому, что само А принадлежит Т для всех Т, которые достижимы из С. Ну, такое тоже просто звучащее утверждение, и мы сейчас начнем с ним разбираться. Ну, докажем сначала в одну сторону. Попробуйте немножко подумать, не поймете ли вы сами, как доказывается в эту сторону импликации. Ну, вот, галкинка, которая здесь есть, она в точности проявлена. Это по определению. Естественно, вот, то, что здесь написано, это просто определение отношений вверх. И мы получаем то, что имплаждаются. Опять я повторяю, это не вообще, а именно в нашей конкретной шкале. В той шкале, вот здесь везде этот индекс К, наверху напоминает, что у нас шкала совершенно конкретная, в которой вот эти самые С, там, такие-то и такие-то, а отношение Р между ними, вот здесь нарисовано. Оно все равно в таком месте. Ну вот, значит, это простая часть. Значит, мы действительно поняли, что мы там все согласовали. Вот, теперь более сложную часть. Значит, итак, у нас имеется такое А, которое принадлежит всем. И мы хотим доказать, что тогда необходимо А или Ж и С. Ну вот, первое, что мы делаем, это мы докажем такое утверждение, определим У, это еще одно множество миров, это еще один мир, еще один мир, а именно, это множество таких формулы Б, что необходимо было бы и В. У нас есть вот это С, ну и дальше мы опоздаем это самое У. Тогда утверждается, что если добавить к У отрицание, то мы получим противоречивое множество. А У это такой у нас мир, который состоит из формул. И мы теперь к этому множеству формул добавляем отрицание А, а А лежит для всех Т, для которых А выполнена отсутствие. Ну пусть непротиворечивое. Пусть добавление не А оставляет непротиворечивым это множество У. Тогда его можно расширить до некоторого Т, а полного непротиворечивого. И это Т уже будет в меру. Значит, у У это такое множество, ему добавили одну формулу, в результате получилось нечто непротиворечивое, предположим, и, скорее всего, не полное. Полноты ниоткуда не берется. Но мы можем всякое непротиворечивое множество миров, множество формул, расширить до полного. Вот это здесь его расширение до полного, полное непротиворечивое расширение, обозначено Т. Но поскольку Т достижимо из С, то А должно принадлежать Т по нашему предположению. А сейчас, откуда ты достижимо из С? По пределению, что у. А, да, что у. Значит, это мы доказали, что можно добавить, что нельзя добавить к этому У еще и не А. Ну вот теперь дальше идет некоторое вычисление, так сказать, логическое в логике высказывания, ну, которое можно там легко понять, а можно детально пробить. Итак, у нас У с добавленным отрицанием А противоречиво. Это значит по определению противоречивости, что у есть такие В0, ВН, ну и еще с добавленными не А, что в К, в нашей, собственно, самой вычислении К, будет выводимо отрицание вот этой самой формулы конъюнкции. Это просто определение. Значит, вот противоречивость состоит в том, что вводим отрицание такой конъюнкции. Можно вопрос? А вот почему у само в себе не противоречиво? И не может быть так, что там только В0, ВН? Значит, нет, значит, то, что В0, ВН это не страшно в следующем смысле. Если уже В0, ВН есть противоречие, мы добавим в конъюнкции еще один член, то все равно будет выводимый не А. нет, добавление здесь не А в этом смысле не существенно. Для нас существенно то, что мы можем доказать, мы можем доказать, что все это объединение будет противоречиво. теперь из из того, что это противоречие, просто вот в самой логике высказываний можно переписать эту формулу эквивалентным образом, а именно написать, что В0, ВН следует А. Ну, детально это выглядит как некая последовательность формул, которая является истинными логиками высказываний и применением этого самого можно сухонность. Ну, дальше мы по правилу вывода приделываем спереди необходимость, ну и дальше тоже действуем естественным образом, а именно мы эту необходимость распределяем по всем ВН и А, и получаем вот такую длинную строчку, а дальше поскольку все необходимости В0, ВН лежат в С, и мы можем их выкидывать из-за замкнутости С, то получаем, что последняя квадратка тоже будет в С. Вот собственно так выглядит вот эта самая главное техническое доказательство во всем нашем во всем нашем рассуждении. Значит, да, вот мы доказали эту эквивалентность, которую здесь называют утверждение 1, ну, которое выглядит таким техническим образом, и оно верное утверждение именно вот в таких моделях, в таких шкалах, которые мы описываем. Про другие шкалы здесь ничего не говорится. Следующее, что мы устанавливаем, это вот, что имеет место такая эквивалентность для всякого мира из нашего, нашей канонической шкалы и для всякой формулы выполнена вот такая эквивалентность, чтобы надлежность А этому меру, она совпадает с истинностью А вот в этом мире и на этой последовательности. Ну, вот, оказывается, это довольно понятным образом, если А оказывается просто именем, здесь написано атомная формула, это имя то же самое, что имя, то тогда это просто определение того, что такое, как мы строили бы. Вот, значит, для связок логики высказываний мы пользуемся тем, что S является полным и самым относительным правилом вывода modus ponens. Ну, вот, в частности, истинность отрицания, например, эквивалентна неистинности самой формулы А, которая эквивалентна непринадлежности Ах-С и обратно мы перескакиваем к принадлежности не Ах-С. Вот, так же мы действуем и многих случаях. Теперь отсюда вытекает главное, ну, почти главное утверждение, которое нам нужно, а именно стоящее следующее, что истинность нашей канонической шкале эквивалентна выводимости в нашем исчислении. здесь тоже понятным образом это делается. Если у нас А не выводится, то можно взять, то тогда множество не А не противоречиво, ну, просто по определению, его можно расширить до некоторого С, не содержащего А, а это будет противоречиво утверждению 2. Вот, ну, и отсюда вытекает и вот тот факт, который мы, к которому и стремились, а именно теорема полноты, а именно эквивалентность выводимости и истинности во всех шкалах. Ну, действительно, мы доказали, что выводимость эквивалентна истинности в нашей канонической шкале. но понятно, что истинность повсюду это множество как бы меньше, чем истинность экономической шкале. Может быть, только. Ну, а, с другой стороны, меньше оно быть не может, но в силу того, что мы все истинные формулы, все выводимые формулы оказываются истинные. Значит, мы просто показали, что нечто, что выводимость, она полностью соответствует истинности в данной шкале, ну, а поскольку меньше быть не может, то это совпадающий понятник. Значит, вот я уже сказал вначале, что важность этого факта, доказательства теоремы такой полноты состоит не только в том, что мы установили эту полноту в конкретной системе, для конкретной логики, для конкретного языка, конкретной семантики и конкретной системы вывода исчисления, но и тем, что похожее доказательство проходит и в других ситуациях логических, скажем, в том, что называется логикой предикатства «Логикой предикатства» «Логикой предикатства» Это выключены микрофоны? Вот. Значит, вот дальше оказывается тоже довольно интересно. Оказывается, что мы можем придумывать разные такие ограничения, естественные для понятия необходимости, а с другой стороны мы можем придумывать разные ограничения на классы шкал, ну, в частности, рассматривать некоторые специальные виды отношений, вот здесь, например, был вопрос, а отношения вот сам мир достижим из себя или нет? А можно рассматривать ситуацию, когда отношения достижимости, там, транзитивные и так далее. И вот оказывается, что имеется место такое красивое соответствие, некоторые интуитивные требования к необходимости, им соответствуют классы отношений в шкалах крипке, а им соответствуют некоторые аксиоматические системы. еще до этого можно сказать следующее, вот у нас была связка необходимости, но на самом деле еще сейчас я возьму что-то свое у меня в качестве часов используется прибор, на котором мы с вами подумали, значит у нас еще сколько ? упомяну, что есть еще такая связка, которую часто определяют вместе с возможностей, вместе с необходимостью она называется возможностей, но здесь она написана так, это не необходимо не, ну понятно, что значит возможно так сказать интуитивно, это значит неверно, что невозможно, что значит необходимо не это событие, не это ситуация и так далее. Похожая конструкция используется, когда мы определяем, что значит существует, существует это не для любого нет, вот так же известно. Ну вот, и вот есть разные разные варианты, ну вот например, есть такая логика предсказуемого завтра, тогда, когда мы добавляем в качестве такой дополнительного требования, дополнительной аксиомы нашему исчислению как еще такое условие, что необходимость эквивалентна возможности. Ну то есть в разные стороны если читать все, что возможно обязательно происходит или наоборот все, что происходит является возможным. условия на шкалу которые соответствуют вот такой ситуации состоят следующим что всякий мир S для него достижимый является ровно один мир T. Ну в самом простом случае это был бы он сам и мы получили бы сразу такую шкалу крепкие из одного элемента и из множества несвязанных элементов. но более интересно когда есть ровно вот это самое завтра то есть что T это в точности достижимое а именно то что будет завтра. Ну и вот такая шкала на которой можно проверить истинность и ложность так как мы делали с экономической шкалой это вот такое отношение которое здесь написано. То есть натуральный ряд на котором достижимое является точностью следующее число. Ну вот есть такая логика которая называется здесь специальным символом S5 и здесь с одной стороны выписана система аксиом для этой логики с другой стороны утверждается что условие на шкалы такое что отношение достижимости рефлексивно транситивно и симметрично то есть это разбиение накладших моментов вот ну вот логика которая сливает логика неопределенного завтра ну и так далее я не буду сейчас это детально обсуждать это была иллюстрация к тому что вообще бывает ну вот еще я хотел спросить насколько общеизвестно если это общеизвестно я не буду про это рассказывать а если нет то расскажу история про неожиданный экзамен все уже ее знают или нет все в основном да ну тем менее я быстро произнесу расподробно не будем это обсуждать ну история такая что вот в классе преподаватель объявил что на следующей неделе будет какой-то день экзамен контрольный но накануне вы точно не будете знать что наверное завтра у вас случится ну тогда студенты начали думать школьники что в субботу ее точно не будет потому что в субботу вообще нет занятий значит она в принципе могла быть в пятницу но в пятницу она точно не будет потому что четверг накануне они точно будут знать что контрольная в пятницу значит в пятницу она не может быть ну и соответственно ее не может быть четверг потому в пятницу и не может быть, а в среду они будут точно знать, что контрольная в четверг, один день остался. Ну, значит, ее в четверг тоже не может быть. И таким образом, перебрав все возможности, эти школьники или студенты поняли, что контрольная не может быть ни в один из дней будущей недели, но с другой стороны, так случилось, что просто преп пришел и в среду устроил контрольную. Это есть некое человеческое рассуждение, и вот интересно было бы попытаться построить логику, в которой это рассуждение можно провести. Какую логику действительно можно построить, это одна из разновидностей модальной логики, вот можете тоже на эту тему подуть. Вот, и последнее, что я хотел бы сказать, это вот что, что если рассматривать всякие вот такие неклассические, как это говорится, логики, я первое раз употребляю это слово, но оно именно, вот в отличие от такой логики, которая возникла внутри математики, для математики и про математику, это такая основная логика, логика предикатства, которую я упоминал, существуют разные другие, неклассические. Некоторые из них тоже возникли внутри математики, когда математики сами начали сомневаться в разных вещах. Ну вот, в том, что существуют такие... Они, говоришь, перестали понимать предложения в математическом утверждении, в которых много имеется всяких квантеров, много вещей просто существует, но предъявить их нельзя и так далее. И это вот один из подходов, который привел тоже к некоторой логике, которая называется интуиционистской логикой. Возникли попытки построить логику, где все, что существует, можно каким-то образом найти, вычислить, построить, такие конструктивистские подходы к логическим системам. Ну и вот, я про это тоже говорить сейчас не буду, а скажу про некоторые такой примеры еще логики, которые владеют одним очень странным свойством, которое выглядит с точки зрения математики очень удивительно, а с точки зрения жизни не таким уж удивительно. Это такие, так называемые, не монотонные логики. Это логики, в которых, если ты добавляешь новую аксиому, то после этого у тебя становится меньше теорем. Ну, казалось бы, выглядит это довольно абсурдным образом, потому что если тебе дали дополнительную информацию об устроях задачи, так может оказаться так, что ты меньше фактов можешь получить, доказать, вывести и так далее. Тем не менее, вот это бывает, и, ну вот я лично услышал про эту логику от такого известного специалиста по компьютерным наукам, одного из авторов ЛИСПа в Монтарте, и вот он привел такой пример. Значит, вот некто заказал у специалиста по изготовлению клеток для птиц клеток, большую, хорошую, прочную клетку для большой птицы. Ну, и, значит, этот самый исполнитель этой работы, клеточник, он сказал, что он будет вычислять стоимость, исходя из площади поверхности клетка. Ну, донышко там дешевле стоит, а дальше он всю эту клетку как-то сваривает, спаивает, делает там. Значит, клетку он сделал и доставил ее заказчику и предъявил калькуляцию на эту клетку. Заказчик посмотрел калькуляцию и сказал, что он готов заплатить только меньшим, он не готов платить всю клетку. И, в частности, он не будет платить за крышку для клетки. Ну, клеточник сказал, ну как, почему? У клетки всегда бывает крышка. Он говорит, а мне крышка не нужна, потому что у меня пингвин. И это показывает, что дополнительная информация, она может некоторые выводы о том, что вот у крышки должна быть клетка, у клетки должна быть клетка, значит, разрушает. То есть получение дополнительной информации может уменьшать количество выводов, которые имеются. Ну вот, эта не монотонная логика так не сильно продвинулась. И я сказал, скорее, об идее, что, в принципе, рассмотрение разных таких нестандартных логических ситуаций, оно такое довольно правильное занятие, позволяющее строить и какие-то интересные математические теории, получать интересные факты, и иметь приложения, ну, в том числе и в разных программистских вещах, конечно, в частности, туда именно прикладываю, не монотонную логику, а как. Ну, и просто выписание естественного языка вы связываете по естественным языкам. Ну вот, может быть, есть какие-то вопросы? Извините, вот Николай Николаевич Константинов говорил о двух таинственных словах «авось и небось», смысл которых ему не вполне ясен, а в употрясении фразы «авось дождя не будет» звучит так, «небось будет дождь». Вдруг вы можете что-то предсказать. Я просто Константинов скорее любопытство вас произвожу. Понятно, понятно. Понятно. Ну, значит, я наверняка кто-то этим занимался более детально. Похоже, что это относится как раз в области вероятностной логики. И работа по вероятностной логике существует, и возможно, вот именно эти две связки и оказываются двойственными. Вот так, как было сказано про возможности и необходимости, или так говорится, про квантеры всеобщности и существования, может быть, здесь есть тоже такая вот вещь. Я думаю, что кому-нибудь из лингвистических студентов можно было бы эту вещь продать, исследовать. Вот на лингвистической школе, которая предшествует математической, если кто-нибудь запишет и передаст на следующий год, может быть, это будет интересно. Есть ли еще вопросы? Давайте поблагодарим Алексея Львовича за очень интересное. Аплодисменты.